Во-первых, то, что касается законопроекта, который называет Галина Анатольевна, если законопроект будет доработан и принят, то он станет важной частью государственной исторической политики. У государства появится определенный вид, и не изложенный вид закон. То есть органы в классе будут понимать, что есть определенная рамка, в рамках которой они могут работать. А сейчас этой рамки нет. А у тех, кто работает с нашим простазмом, эта рамка, когда будет рисована. Либо мы создаем свою рамку, либо получаем чужое действие. Если этот закон будет доработан или нет, то он может способствовать защите собственной идентичности и видения мира. Идентичность и видения мира, они формируются в обществе, и скритают его. Они формируются очень трудно, но в сложных процессах, но не в том числе. Если это будет трудно, то вручок станет сильным направлением. И есть еще важность этого закона, если он будет принят. Он может ослабить попытки информационного давления извне. Потому что он будет служить определенным таким ориентиром для государства. Вот это можно, вот это нельзя. То есть появляется перекресток, на который государство может быть. Поэтому принятие этого закона, может быть, будет очень трудным, и могут активно сопротивляться. Потому что он ломает, но не кладет. Мы должны это в отведу представить. Я как историк, вот, я вам просто понимаю, я как историк читаю, переведу на работы на Американском линии, в дороге во время войны, это другая партия мира. Абсолютно. Абсолютно. И все. Потом то, что рассказывается, то, что говорили здесь о фаспитации. Вот здесь есть две вещи, которые мы должны учить. Первое. Вот эти все действия связанных с присмотром Великой Отечественной войны нужны для раскола общества, в Украине, в Украине, и одновременно для разрыва связей между нами. То есть это такой оборудок, в Украине есть момент, который используется. То есть можно посмотреть на Украинские общества, что поскольку украинское общество. Они же теперь ведь не знают, какой день победы мы отмечаем. То есть это прошло бы не осталось, и теперь украинское общество нас с этим столкнутся. Какой день победы отмечают. Какой праздник. Второй момент, потому что о чем сегодня говорили. Пересмотр Великой Отечественной войны позволяет выталкивать международную арену постсоветских государств. Не только Россия, но и все остальные страны. То есть если выталкивать постсоветских государств, то мы можем говорить, а как тут такие, первые брали Альбинации, вынт брали, о чем печь. То есть это выталкивает. Выталкивает постсоветского пространства. Включая даже Прибалтик. То есть мы должны понимать, что это просто отсекание определенного положения. Здесь уже геополитические вещи, о таком, как говорили коллеги. Еще важный тезис. Мы должны понимать, что сохранение памяти в Великой Отечественной войне это не только забота о прошлом, но и о будущем. Здесь нужно смотреть успешные примеры, как работают с прошлым в других странах. Можно дать примеры в Великой Отечественной войне. Прошло около 100 лет, как закончилось Первое мировое. Они до сих пор отмечают день победы. Каждый год государство тратит деньги, официально отмечается. Есть общий национальный консенсус. В Англии никто не пытается задавать вопрос, зачем отмечать в Ванде. Никто. Прошел 100 лет. К сожалению, витеранов нет, а не отмечают. То есть есть национальный консенсус. Другой пример. В Китае отношения к отторонным органам. Есть общий национальный консенсус. И он изложен государственными органами и документами. И в обществе есть вещи, которые мы с ним собираем. Для них это борьба за свободу Китая и освобождение от оккупации. В Китае мы не спорим. Есть общий национальный консенсус. Они отмечают праздники, парады проводят. Их-нибудь и суток. Те, кто из них пытается налезать. То есть есть успешные примеры, которые нам нужно спорить. И не ждать там, спрашивать денег из меня. Вам нравится наши парады, наши ленточки, там, определенные кто. В других странах их проводят. Нам нужно делать то же самое. Но в Китае инсцидентского движения не было. Ни правительственного организации не было. Оно было в момент. Министерство движения не было. Мы просто сработали хорошо. А еще один момент. Торгонность. То, что касается... Я работаю в Крымско-российском словательском унистерстве. У нас было несколько крупных публикаций в семи сетях победы. И в этом году к 75-летию начала Великой Отечественной унистерства тоже готовят несколько изданий раз в 22-м году кандидатикам. То есть вот эти памятные даты унистерства как может организовать правовую публикацию в Среднем районе.